Сегодня все говорят только об одном заболевании, и это коронавирус. Но другие не отступают. Лозунг «Спит, чума 20 века» актуален. Знать об этой инфекции важно, нужно и всегда своевременно. Просветительская лекция прошла в стенах телерадиокомпании «Вектор». ВИЧ является такой же глобальной проблемой, как и был до пандемии коронавируса. В настоящее время у нас в регионе зарегистрировано 12 случаев первичных, это за 2021 год. Поэтому не стоит думать, что ВИЧ-инфекция ушла куда-либо и ее прикрыл, так скажем, коронавирус. Нужно не забывать о том, что нужно проходить обследование, узнать свой статус и знать, что с вашим здоровьем все хорошо. Журналисты в курсе. Мы регулярно поднимаем эту тему. По данным Министерства здравоохранения, более 1 миллиона россиян живут с вирусом иммунодефицита человека. Пренебрегать рекомендациями врачей категорически нельзя. Главная опасность заболевания тем, что оно до сих пор неизлечимо. То есть врачи борются, но до сих пор не могут найти лекарства, средства защиты от этой болезни. Но средства защиты известны многим людям. Это нужно в первую очередь избегать употребления наркотиков, вести половую жизнь только всем человекам, которого искренне любишь, не поддаваясь на мимолетное желание. Ну и, конечно, пользоваться услугами проверенных стоматологических клиник и тату-салонов. Кроме этого, нужно регулярно сдавать тест на ВИЧ-инфекцию, рекомендуют врачи. И мы с коллегами прислушались к советам. В помощь экспресс-тест. Конечно, я считаю, что нужно беречь свое здоровье. Здорово, что в телерадиокомпании «Вектор» регулярно, во-первых, проходит диспансеризация. Регулярно мы можем сделать прививки и, соответственно, посмотреть, в каком состоянии наше здоровье. Конечно же, в первую очередь, потому что нужно следить за своим здоровьем. И что хочу сказать, я знаю о том, что сейчас вот эти экспресс-тесты, они максимально, то есть их результат максимально приближен к тестам, которые делают в лабораториях. К процедуре, мне кажется, специально настраиваться не нужно. Это абсолютно безболезненная процедура, поэтому почему бы и нет, и призываем всех, если есть возможность, пожалуйста, делайте. Нет возможности на работе? Сдайте тест в Губкинской городской больнице. Для того, чтобы узнать свой статус ВИЧ, человеку необходимо обратиться в городскую больницу. Тестирование проводится абсолютно бесплатно и абсолютно анонимно, вне зависимости от результата. Также 26 числа на территории города Губкинский планируется выездная бригада, которая будет проводить тестирование, где любой человек может также узнать свой статус. Напомним, мобильный пункт тестирования на ВИЧ будет работать 26 ноября возле торгового центра «Меркурий» с 11.00 до 15.00 и возле торгового центра «Северный привоз» с 16.30 до 19.00. Пройти тест можно и в Губкинской городской больнице. Желающие могут обратиться в кабинет номер 20. Тестирование крови проводится бесплатно. Телефон для справок 344-92. Павел Науменко, Денис Гимб, Олег Роткевич. Новости Губкинского.